Любимой женщине к празднику нужны цветы и еще какая-нибудь приятная мелочь. Только по 11 марта в Самоцветных Плюс в Олимпийском и на Ленина 65 скидки от 5 до 35% на все золотые подарки. Самоцветы Плюс. Золотые подарки к праздникам со скидками до 35%. Да, и не забудьте сказать, что вы ее любите. Рыцарь женских сердец готовила завтрак для любимой, тем самым сражаясь за путевку в финал. По мнению жюри, кулинарная удача отвернулась от Ивана Осипова. Бронза – хороший результат, но дальше пошли сильнейшие. Да я был просто в шоке. Мы с Юрием Павловичем не ожидали развития таких событий. Мы были оба очень рады. За нас обеих. Для последнего задания участников пригласили в 25-ю гимназию. Этим мы окончательно запутали финалистов. Абсолютно непонятно было, что будет, какой может быть конкурс в школе. В 25-й у меня были ассоциации всего две. Или что-то связано с бассейном, то ли мы плавать будем, спасать утопающих лет. Или что-то связано с МЧС, потому что здесь как кадеты МЧС, или что-то такое с профилированной классом есть. Больше я ничего не знаю о 25-й школе. Сразу чувствуется серьезная подготовка участника. Он даже успел навести справки. Действительно, в здании гимназии есть бассейн. Но нам нужна школьная столовая. Второй участник почти раскрыл финальное задание. Я думаю, будет работа с детьми. То есть в день урока, возможно, минут 10-15. Потом придумал вариант в буфете обслуживать буфет, детей обслуживать в роли продавца. Все оказалось гораздо проще. Путь к первому месту лежал через гору грязных тарелок. Только что здесь отобедала группа продленки. Каждый день практически приходится посуду думать, потому что любой человек должен с собой брать. А мы кушаем каждый день по 3-4 раза, поэтому брать обязательно должен. Даже помочь семье, жене или дочери, брать за ней. Юрий Абрамов подошел к этому конкурсу с присущим ему оптимизмом и был уверен в собственной победе. А вот противник не был согласен с такими выводами. Тут на самом деле 50 на 50. Тут со стороны Юрия Павловича, конечно, опыт, возраст, опыт. А с моей стороны молодость. Мы предоставили участникам 67 тарелок, из которых ели суп, рис и прочие школьные блюда. Каждому по 3 литра моющего средства на всякий случай. И снабдили специальными тряпками для мытья посуды. В качестве судьи и строгого наблюдателя выступила заведующая столовой Юлия Денисенко. Так, ребят, перед вами гора грязной посуды. Вы должны ее помыть. Первая ванна для замачивания, вторая для поласкивания чистой посуды. Один поднос принадлежит вам, второй поднос принадлежит вам. И задача в том, у кого больше, кажется, чистых тарелок, тот и победил. Время конкурса напрямую зависело от участников. Соревнование заканчивалось одновременно с грязными тарелками. Небольшое преимущество все-таки было на стороне Юрия. Он привел с собой группу поддержки. По команде судей соперники бросились к умывальникам. На старт, внимание, марш, поехали! Юрий завладел преимуществом с первых секунд соревнований. Финалист не жалел ни своей одежды, ни рабочего места, которое постепенно превращалось в пенную лужу. Я вначале говорил, что я уверен в себе, я целиком полный. Тем более, в самом начале я быстро пошел уверенно, хорошо. Посуду мыл, потянул лодки с двух сторон. Денис сначала растерялся. То ли боялся побить посуду, то ли избрал контратакующую тактику. Несмотря на то, что двигался он не так интенсивно, стопки вымытой посуды росли относительно равномерно. Конкурс был у меня сложный, для меня. Палыч сразу вырвался вперед, мне пришлось его спешно нагонять. О чем пострадало качество? Не особо креативный конкурс, некуда было, какие-то идеи. Тут было на опыт, на скорость. Вот в чем конкурс был. Денис правильно подметил, опыт и скорость в этом конкурсе были не на его стороне. Несмотря на это, финалист к концу конкурса вырвался вперед, и его стопка с чистой посудой дала резкий скачок. Прошло каких-то пять минут, и мужчины вымыли 67 тарелок. Кстати, ни одной не разбили. Правда, при этом не убрали за собой свои места, но это уже не входило в условия конкурса. Невооруженным взглядом видно, что больше посуды на подносе Дениса. Что же скажет судья соревнований? У Юрия качество посуды лучше помыть. Видите, тут грязные тарелочки выпадают. Некачественная вымытая посуда. Видно сразу. Денис пошел по грязному пути. Несмотря на то, что он вымыл 41 тарелку, а Юрий всего 26, стопка с его посудой таила внутри себя практически нетронутые моющие средством столовые принадлежности. Собравшиеся зрители замерли в напряжении. Несмотря на юный возраст, эти ребята уже требуют справедливости. Как посудомойщица, если делать выбор. Конечно, лучше выбрать Юрия. Во-первых, это качество мытья посуды отличное. А во-вторых, быстро все делается. Рефери своим экспертным взглядом определила победителя. Юрий Абрамов в течение нескольких недель пережил настоящий женский день. Я бы хотел большое спасибо сказать Денису, который действительно со мной соревновался. Мы с ним долго шли вместе, друг на друга смотрели. На основании этого я оказался победителем. Он сильно, довольно-таки упорно шел. Молодец, он молодец. Боролись, боролись. Второе место все-таки. Но для меня оно почетное. Тем более с таким кандидатом, с таким соперником. Это почетное второе место. Благодаря этому конкурсу Юрий Абрамов не только завоевал первое место, но и обрел целую группу поклонников. Быть может, скоро среди молодежи станет популярным мыть посуду на скорость. Ура! 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 Продолжение следует...